Вот он на свете, дорогие друзья, рад приветствовать вас в новом видеоролике. Сегодня мы наконец-таки поиграем в Battlefront 3. Ну а перед этим хочу вам показать топовые комментарии данного видеоролика. Если что, ребят, напомню, что я всем отвечаю, на каждый ставлю лайк и каждый, соответственно, читаю. Всё-всё-всё, всем желаю приятного просмотра, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал, а мы начинаем. Да, ребят, как вы поняли, это не кликбейт, это действительно Battlefront 3. Ну а конкретно, ребята, модификация. Я извиняюсь, если кто-то подумал, что это будет прям... О, воу, нихрена себе. Ребят, извините, просто для меня это необычно, потому что я первый раз играю на этой карте. В общем, ребят, не злитесь, кто подумал, что это там реально будет новая какая-то игра и так далее. Это, ребята, модификация на Battlefront 2 2005 года. Дело в том, что Олды, наверное, помнят, что планировалось выпускаться игра под названием, действительно, Battlefront 2.3 Legacy. Ой, Battlefront 2.3, чё я говорю. Battlefront 3 Legacy, если я не ошибаюсь, так называется. Честно говоря, ребят, я уже позабыл конкретно, какие там были новые, будут, были бы, вернее, извиняюсь, новые фишки и так далее. Но давайте скажу так, самой главной фишкой это одновременно наземные бои и одновременно космические. И как вы, наверное, можете видеть, действительно, тут у нас с вами и наземные, и космические бои одновременно. Мы можем с вами сесть на истребитель, полетать, постреляться, уничтожить истребителя надземные, собственно говоря, силы и так далее. Также, ребята, в данной модификации добавили интерфейс. Ну, вот вы сейчас слева можете увидеть интерфейс, где показывается ХП, где показываются гранаты, дополнительное вооружение, в общем-то, основное и так далее. Ну, вы понимаете. Справа также обновили интерфейс карты, то есть у нас с вами уже все новое сверху. Также обновили интерфейс, как он называется, ну, как остаток, что ли, боевых единиц, не знаю, как даже назвать. Когда мы с вами кидаем гранаты, вот даже, вот смотрите, видите, мы с вами кидаем гранаты, извиняюсь, там тоже есть своеобразный такой интерфейсик. Также у нас с вами новые модельки дроидов, новые модельки клонов, новые, вот видите, магностражи нормальные, не которых там оружие было. Ну, кто играл в Battlefront 2 2005 года ванильку, те поймут, у них там просто автоматики-пистолетики, но, как по мне, это глупо. Также, ребят, а когда вас дамажит много, да, у вас появляется на экране такой, знаете, как будто шлем так разбили, ну, то есть трещина. И это похоже, знаете, на что? На эффект, как в Republic команда. То есть, помните, когда вас там дамажили-дамажили, у вас там появлялась трещина на экране. Я надеюсь, я вам продемонстрирую это, потому что хочется вам это показать. Да, ребят, насаж в Энтерс, то есть много всего есть. И я вам очень хочу показать эту трещину. Да, ребят, но многие, наверное, скажут, Оте, ну, ты вот так прямо говоришь, говоришь, да, одни плюсы, одни плюсы. Нет, ребят, есть и минусы. Например, у меня данная модификация работает нестабильно, мягко говоря. И это вторая попытка записать видеоролик по данному моду. Скажете, а что случилось первое, ребят? Я спокойно играл-играл, говорил-говорил, у меня игра вылетела без каких-либо ошибок и так далее. То есть, да, бывает и такое. Также, ладно, и знаете, это когда случилось, когда я демонстрировал вам, ну, в прошлом видеоролике, космос. То есть, я хотел полетать, я вроде как взлетел, все, погиб, потом еще раз хотел сесть и взлететь, но у меня почему-то игра вылетела. Не знаю, может, это не с этим связано, но все же. Так что, ребят, предупрежу сразу, если у вас будет вылетать, вы не один такой, и если вдруг видеоролик будет такой странный, прям нарезками такими отдельными, то есть, я говорил об одном, потом резко о другом и так далее, ребят, не пугайтесь. Это дело в том, что модификация у меня, по крайней мере, работает нестабильно. Также, ребят, сейчас вам кое-что покажу. Видите, я вот эту хрень кинул, думаете, ну и что, она не взрывается, а, да, это у нас тут не так-то все обычно. И мы теперь, ребята, сможем с вами взять какого-то ферроду. Я, ребят, на самом деле не знаю, кто это, ну-ка, что это такое? Это, как я понимаю, у нас с вами хил, да? Это у нас с вами, что это у нас с вами, подожди? А, это у нас с вами метать меч. Ну и, в принципе, это все, да, ребят, тут у нас с вами тоже есть персонажи. Если что, это не единственная карта, ребят, карт на самом-то деле много. То есть, есть здесь и Корусант, и Дантуин, и еще, в общем, много карт действительно у нас с вами есть. Можно поиграть, ребят, но сегодня я вам покажу вот эту карту. Она вроде называется как Неймоди или что-то около этого, но, в общем, вы понимаете. Так, давайте возьмем, наверное, метание меча, почему бы нет, посмотрим вообще, как оно тут работает. Так, тут у меня просто жестко, давайте включим отражение выстрелов. И пошел, и пошел, давай, давай, помри, помри. И тебя, дружище, и тебя тоже, соответственно, все, отлично. Так, тут у нас, ну да, это Неймодианцы, потому что у нас также с вами тут статуэточка Неймодианцев. Я, ребят, буду максимально надеяться на то, что не будет никаких вылетов, и все будет отлично. О, вов, смотрите, у них даже тут дворец какой-то. Не видно дворец, либо то ли захватили, то ли что. И, друзья, видите, на самом деле, обратите вот сейчас внимание на интерфейс. У нас с вами даже тут трон есть. Видите, у меня ХП изображено тут как в теле персонажа. То есть, когда меня дамажат, видите, у меня вот эта вот заполненность немножечко пропадает. А когда я беру там ХП и так далее, она у меня появляется. То есть, достаточно тоже в интересном, скажем так, спектре выполнено. Ой, во-во, магностражи. Но я вряд ли уже, портив них, что-то сделал, так что это даже неудивительно. А сейчас, коллеги, комрады, я вам покажу. Ну, попытаюсь показать, по крайней мере, истребители. Надеюсь, у меня игра не вылетит. Если, ребят, опять же. Вот видите, даже по бокам, когда я бегу, какая-то вот мутка. Вот смотрите. Вот видите, как будто какая-то замутненность появляется. Это, ребят, тоже добавляется в новую фишку. И у нас тут, в принципе, есть вот такой вот блассер. Ну, даже карабин, я бы сказал. И я даже что-то не пойму, что это такое. И может это чинить? Ну, ладно, давайте мы с вами, ребят, слетаем. Я вам пруфану, да, то, что... Ну, мне как бы все равно нет вас смысла обманывать. А что действительно, вот видите, тут можно летать. Тут можно делать такие вот кувырки. Ну, не знаю, как правильно назвать. То есть, вот наш крейсер. Блин, так неудобно летать. Летать я, ребят, просто не пилот. Извините меня, пожалуйста. Я больше... Так, я еще и перевернулся. Я больше наземная крыса, скажем так. Даже я сейчас попытаюсь залететь во вражеский крейсер. Не знаю, получится у меня это или нет. Даже попытаюсь уничтожить вражи, но нет. Все же не получается. Попытаюсь все же залететь во вражеский крейсер. Фиг знает, получится или нет. Давно я таких вещей не вытворял. Ну, вот вроде. Ну-ка, ну-ка. Давай, 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 давай. Садись, садись, садись. О, воу. Смотрите, получилось. Офигеть. То есть, ребята, вот, можно... Интересно, захватить можно? Нет? Нет, захватить? Не, ребят, захватить, к сожалению, нельзя. Но вот тут можно им помешать, поубивать. Еще, ребята, знаете, самый прикол в том, да, тут у них есть щиты, ребят. Самый прикол в том, что можно, вроде как, если я не ошибаюсь, если мне память не изменяет, можно тут поиграть в мультиплеер. То есть, вы можете собраться с друзьями, если что, ребята, у меня лицензионная версия. Многие спрашивают, Ото, а как ты играешь в мультиплеер? Ребят, это лицензия. Если у вас лицензия, можете установить данную модификацию, собраться с друзьями и проиграть в данный Battlefront 3. То есть, да, без кликбейта даже, собственно говоря, это даже не кликбейт. Можете скачать, установить, и можете поиграть в Battlefront 3. То есть, почему бы и нет, ребят? То есть, тут даже меняется интерфейс, меняются звуки, меняется оружие, меняется концепция механики. То есть, меняется, ребята, много чего. Вы можете просто взять, интересно, а на вражеский истребитель... Да, я могу даже на вражеский. Давайте подумать какой-то коллаборционист, или как они называются, подумать какой-то дроид сумасшедший. Так, только мне теперь... А, вон, вижу их. В общем, ребята, можете собраться с друзьями и, в принципе-то, поиграть. Интересно будет дроидов уничтожать их же оружием, согласитесь. Интересно. А я могу, типа, вот так взять да высадиться? Ну, вот, допустим, тут... А, тут Ventress. Ну-ка, ну-ка. А почему я не могу стрелять по Ventress? В чём бред? Подожди. У меня... Чё-то у меня, ребят, с оружием, я почему-то не могу стрелять. Ну, вот, допустим, я высадился, да? Ой-воу-воу-воу-воу-воу! Ноу! Ха! И я её херанул. Нормально. Ну, в общем, ребята, вы понимаете. Ну, я думаю, мы сейчас с вами сыграем за сторону дроидов. Посмотрим, в общем-то, что у них там. Если что, ребят, напомню, что это одна из многих карт. То есть, это не одна карта. Тут есть их много. Вы можете на них также свободно поиграть. Также, ребята, хочу вам сказать, что менюшка игры меняется. Многие спросят, О-то, а покажи нам менюшку, ребят. А скажу вам так, что по каким-то непонятным мне причинам у меня сразу же сбрасывается... А как вам это правильно сказать-то? Разрешение. То есть, да, у меня меняется разрешение. Это меня бомбит. И, ребята... Вот видите? Вот-вот-вот видели, наверное, да? Вот эту вот фишечку с разбитым экраном. В общем-то, ребят, ладно. А сейчас мы с вами поиграем за сторону КНС. Ну что, ребят, у нас с вами тут по классике уже дроид B1, B2. Ассасин дроид это дроид-снайпер. А пилот дроид также, как у республики. У нас с вами есть тут ЭГ Магнастраж и есть драйдек. И давайте, собственно говоря, за драйдеку сыграем. Хочется мне посмотреть, что тут, с чем едят драйдеку. Потом мы с вами сыграем за Вентерс. А на С у нас сворачивается, ребят. О-о-о-о-о-о-о, ноу-ноу-ноу-ноу Ребята, нет, аккуратненько Я даже развернуться не успел Нет, ну все же я хочу поиграть за Дредд, ну ладно, ладно, я думаю Многие сейчас будут бомбить, если я не сыграю за Ментерс У нее тут есть какая-то, а, это удушение, да? Ну да, это удушение Оно тут тоже своеобразно, скажем так, работает Давайте мы с вами клончика уничтожим Дружище, куда побежал клон 501 Так, у нее тут уже есть Прыжки, скажем так Куда круче, нежели у того челика За которого мы с вами играли Я, честно говоря, даже не знаю, кто он был Так что, ребят, да, как-то так Давай-давай-давай, я вам хочу, знаете, больше всего Что показать, я вам, я хочу, ну не только Показать, да, а посмотреть Сам, с чем едят тут дроиды Потому что дроиды, во всех Баттлфронтах, она разная То есть, в Баттлфронт 2 2017 года Она такая-то, а в БФ 2005 года она такая-то, ну и так далее Я думаю, вы поняли Так, а, у него еще, значит, И ХП-то побольше, то есть у нас с вами пожирнее Ну-ка, как работает тут отражение Выстрелов у Вентерс Давай-давай, стреляй Ну, ладно, не прям так, чтобы топ Но и не прям, чтобы так фигня Давайте попробуем удушить Несколько Да, работает у нас с вами тут Удушение нескольких персонажей Вот, собственно говоря, мы это с вами Увидели Тут у нас с вами даже есть чуваки С двумя пистолетиками Ну, в общем, ребят, что я могу вам сказать Про данную модификацию Интересная Я не знаю, как бы выглядел БФ 2000 Ну, в общем-то, вы поняли БФ 3000 на какого-то года Ну, я не знаю, когда бы она вышла Если бы вышла Поэтому, ребят, я не знаю Но если Может, опять же, знаете Вот, я не знаю вообще историю данной модификации Может, это разрабы Или члены команды данной игры Которые решили там доделать Игру хоть немножечко И выпустить ее в качестве модификации, да? И опять же, не знаю, может, я и прав сейчас Можете об этом также мне написать в комментариях А может, это фанаты Которые там нашли исходники игры И решили создать модификацию Ребят, напишите обязательно в комментах Мне очень интересно почитать Ну, естественно, знающие люди Которые знают вообще Кто создатель данной модификации и так далее И да, ребят Я оставлю ссылочку на данную модификацию Как мы наберем 500 лайков То есть Ну, если, ребят, мы прям будем Очень-очень много быстро набирать лайков Я даже раньше оставлю Нежели 500 лайков Ну, в любом, ребят, случае Если вы поставите лайк Я буду вам очень благодарен Потому что я реально Действительно стараюсь, ребят Обозревать вам какие-то Интересные моды и так далее То есть двигать Battlefront 2 Пожилую, скажем так, да? В массы Ну, и я хочу, ребят, еще посмотреть Искусство дроидеки Потому что Ну, знают многие, что Дроидек это как отдельный вид искусства Она в разных играх Выполнена абсолютно по-разному Знаете, я вот даже вам сейчас скажу Она В этой версии В этой модификации Она выполнена, знаешь Очень напоминает мне чем-то Управлением Именно, знаешь Управлением Из новой батлы То есть Из 2017 года Потому что А в новой батле Она так же как-то Не знаю, как их даже описать Своеобразно управляется То бишь Она А-а-а-а Тут у нас, смотрите У нас, типа, тут так же оружие И Блин, ну прикольно Слушай То есть, типа Если мы берем А, ну все, я понял Я так же не понимаю Что это вообще за оружие Это типа Гранатомет или что Ну, ладно Давайте с вами попробуем Поиграем за Блин, слушайте А прикольно Правда, знаете Ну-ка, ну-ка Еще раз Не-не-не, ребят Не-не-не Все же А, знаете, вот Есть такие моменты Когда в играх Не ощущается оружие Вот именно сейчас Вот я играю за магностража Да Оружие за него не ощущается Что Его вот это Вот стрелятельная фигня Я не понимаю Что она вообще Не ощущается Что вот это вот Но она не ощущается, ребят Если у ситхов и джедаев Ищаются их мечи То у магностража Не ощущается, ребят Не знаю Вот лично мне Я не ощущаю оружие Можете сыграть В данную модификацию Конечно, но Вот лично я не ощущаю То есть я его не чувствую Я его не могу прочувствовать То есть не ощущаю Я оружие совсем Ну, дроид-пилот Я не думаю Что заостряет Внимание стоит Я думаю Что стоит поиграть За первоначального Простого дроида У него тут есть Собственно говоря Пистолетик Вот этот вот Жалкий А также гранатки Двух видов Как и у нашего Того с вами клона И также Бластер Е5 Если я не ошибаюсь Опять же Но В общем, ребят Ничего необычного Все по стандартику То есть Стандартный просто Класс у дроидов То есть ничего Собственно говоря Сверхъестественного Нет Давайте сыграем За бет дроида Б2 Он также у нас с вами Тут моделька Интересно Выпланина А тут у нас с вами Уже Я так понимаю Один режим стрельбы Да Один режим стрельбы Но А Смотри У нас типа Я так понял Что Создатель данной модификации Он взял тот момент Помнишь Как типа Я даже своего дроид Нечательно уничтожил Когда В полнометражном Мультсериале Война Война клонов Помнишь Там типа Клон полез в рукопашку И он такой Типа взял Опа Ну я думаю Ты понимаешь О чем я Еще Также у него Есть дополнительные Несколько режимов То есть у нас есть ракета У нас есть Мина Это же мина Но это по факту Вроде Да 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 Это мина Просто она так Знаешь Отображается Как странно Чувствуется ли Что ты играешь За тяжелого дроида Б2 Да чувствуется Во первых Разрабы данной модификации Сделали его Медлительным Тяжелым То есть реально Ощущаешь Что ты играешь За тяжеловеса То есть Знаешь Игры это тоже искусство Разработчик должен Сделать Чтобы Ты ощущал Что ты играешь За тот или иной класс То есть Что подразумевает Из себя Дроид Б2 Тяжелый Дроид Ощущается ли Тяжелость Его Да Ощущается То есть Это классно Ощущается ли Игра за магнастража Не ощущается Лично по мне А давай Ладно Поиграем с тобой За последний класс Это дроид снайпер Это дроид снайпер В принципе Он Вот так вот стреляет Имеет Своим Своей Скажем так Своем запасе 37 патронов Ну вернее 40 Это я просто уже пострелял Ощущается ли что Это снайпер Когда ощущается Слушай У него тут так же Две разновидности Гранат Есть А нет Это не гранаты Точняк Да Это с вами Вот видишь Только это правда Зачем то еще и дроидом сделали Если чисто логически Поассуждать Можно Если что Нет Ну ладно Мы так же с тобой не играли За клоном Заклона Снайпера Давай с тобой За него сыграем И наверное На этом будем Заканчивать У него на этот раз 80 патронов То есть И если у дроида Снайпера 40 У него в 2 раза больше У него так же есть У нас с вами Три раза Возможность Выпускать Вот такие вот шарики У него есть так же Пистолетик Я не знаю Может у него просто Послабее винтовка Поэтому так типа Побольше патронов Я не знаю ребят Но Вот видите У него даже посох тут остался Но ребят Я вам скажу что Вот давай Ладно Я вот даже попробую Кого нибудь убить И данной винтовкой Попробовать чисто Не знаю Получится у меня или нет Но все же Но сначала нам надо Найти соответственно С тобой Противник Да ребят Скажу что тут есть много карт Именно которые добавляет Себя Баттлфронт 3 Данной модификации Что ребят Не волнуйтесь Это не единственная карта Кому она не понравилась Но вот именно Она мне знаешь Зашла Вот честно Скажу не буду врать Зашла Так вот Давай попробуем Убить Но типа Два выстрела Для снайперки Это странно Что мы Представляем Играем за снайпера Но я не знаю Может тут работает Система хедшотов Нет Да работает Ребят Система хедшотов Ну в общем Тут в принципе Все понятно Ребят Думаю Можно на этом Заканчивать Ну что ж Дружище Напомню что Данной модификации Есть множество карт Если ты хочешь Чтобы я сделал Вторую часть обзора По данному моду Наберем здесь Минимум 500 Давай лайков Подпишись на канал А с тобой был Как всегда Твой любимый Увидимся В следующем Видосике Субтитры сделал DimaTorzok